Лед может нести опасность. Тем не менее, отчаянных фанатов зимнего лова не пугают ни холод, ни скрип льда под ногами. На Сарегольском водохранилище в выходные вырастают целые палаточные городки. Установившаяся в районе плюсовая температура способствовала таянию снега на водоеме. Образовался скользкий лед. Только за неделю к спасателям освод с травмами различной степени обратились шесть человек. И хоть ситуация в районе считается спокойной, чрезвычайных происшествий не допущено, а толщина льда составляет порядка 25 сантиметров, задача спасателей – убедить любителей зимней рыбалки строго соблюдать правила безопасности. Ведь рыбалка – это не только удочка, но еще и необходимое спасательное снаряжение, которое, увы, зачастую у рыбаков попросту отсутствует. Не знаешь, броду не лешу воду. Посоветуюся со стариками. Мы знаем правила. Далеко от берега не отходим. Конечно. Хотелось бы половить еще. Мы не рискуем сильно. Смотрим по льду. Начинает таять. Но он еще будет долго таять, этот снег. Ой, лед этот. Я возле берега засверлился, поглядел, что он толстый. Все. Пошел. Также спасатели обращают внимание на состояние рек. В частности, Случ в районе деревни Погост и вниз по течению уже открывается. И если плюсовая температура сохранится еще неделю, то и в местах с камышом на лед выходить будет опасно. В целом, весеннее половодье приходится на март. Но в прогнозах специалисты осторожны. Все будет зависеть от погоды. Редактор субтитров А.Семкин